бисмилла ассаляму алейкум сегодня я хотел вам рассказать как я вчера выходил на работу вчера мне позвонила клиентка и попросила меня найти комнату на месяц комнату на месяц я сказал вот у нас есть отель бурджуль хайр приезжайте скинул ей локацию оказалось что их приедет двое две саудейки они приехали ко мне вот в отель вот этот бурдж хайр напротив мечети цена 600 реалов в месяц и когда они приехали хозяин ответственный за отель он сказал что именно для семейных у меня сейчас нету комнат поэтому ищите другую я конечно пошел рядом вот у нас после мечети за мечетью стоит диар мувахидин я туда обратился за помощью сказал у меня две женщины надо разместить они сказали то же самое у них для семейных нету для холостых пожалуйста я пошел вот отель ассель отеля сель находится за пятизвездочным отелем от большой пятизвездочный отель паркин и вот сам ассель то есть смотрите здесь отелей очень много на в каждом районе естественно я зашел посмотрел комнату пригласил клиенток они тоже следили смотрели за всем этим в принципе комнаты такие миниатюрные аккуратные окна большие с выходом на главную улицу сплит шкаф холодильник телевизор две кровати даже есть небольшой такой небольшой матбах называется где ты можешь рукомойник здесь посуду помыть также ванная с душем ванная с душем но все такое миниатюрное а для одного для двоих отлично я сам жил в таких комнатах хозяин конечно запросил там саудиец устас таляль он запросил 600 реалов сначала конечно он 700 запросил но мы уже его как бы упрашивали упрашивали тем более женщины и он согласился на 600 я потом еще спросила для мужчин есть у вас для неженатых например отдельные которые мужчины хотят пожалуйста говорит приходить то есть вот здесь вот комната вторая комната смотрите сплит шкаф тумбочки все в принципе имеется одному вообще хорошо жить одному таком номере вообще прекрасно я сам жил и вот это рецепшен небольшой рецепшен вай фай есть два лифта два лифта так что еще есть у них своя молельная комната здесь есть обратил внимание так ну это конечно здесь для если паломники приезжают здесь конечно столы ставят кормят паломников вот само здание с улицы 5 этажей эти тоже это первый этаж сами видите тут рабочая зона рабочая зона гараж завозить продукты завозить вещи всякие склады остальное принципе у него вот второй третий четвертый пятый это уже желая желая зона но вот как я говорил пятизвездочный отель паркин паркин известный в районе азизия очень известный отель но и принципе у меня устроило за 600 реалов здесь и конечно свой номер поставил потому что у меня это видео она в первую очередь на арабском языке было выставлено на youtube теперь я уже выставляю на русском языке для наших русско язычных для русскоговорящей аудитории в общем женщинам не понравилась цена они хотят еще дешевле 500 реалов хотят 500 реалов на 20 рублей умножать это 10 тысяч а 600 ну и мы а нас и значит мы оставили пошли в аль-бадр вот на у на пересечении двух улиц аль-бадр стоит зашли хозяин саудит сидит пожилой такой он нам дал человека который нам открыл пару комнат смотрите здесь уже более цивильно все чистенько аккуратненько ковер конечно кто-то ковры вообще не любит кто-то ковры вообще не любит по мне так отлично если у тебя есть пылесос или хотя бы даже щетка то четко можно там на ковре даже сидеть и более удобно уютно становится смотрите зеркало есть тут можно для компьютера тоже место есть смотрите компьютер можно поставить и у него есть самое главное то что хотели эти женщины вот этот с левой стороны матбах называется маленькая кухонь это душ туалет ну все красиво плиткой обложили это красиво лучше чем конечно первый отель который мы видели осы вот здесь вот большой матбах матбах вот такой вот кухонный уголок смотрите шкафы посуду можно расставить там продукты питания вот здесь конечно в этом отеле аля бадр у него два вида комнат два вида комнат один с матбахом с кухней а другой без а другой без по мне так конечно лучше с матбахом брать но удивило что сплиты сплиты это очень хорошо сплит система потому что в таких отелях стареньких уже старые 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 кондиционеры мыло шампунь все в наличие выдается смотрите чайник мне обрадовал чайник там стаканы даже есть то есть человек может приехать спокойно воспользоваться всеми услугами на два-три дня на пять дней отлично так бадр им тоже не понравился этим женщинам хотелось дешевле потому что бадр хозяин попросил 750 здесь на углу пересечения главной улице у нас ресторан истамбул джумейра где наши ребята таджики кыргызы казахи здесь мы готовим здесь конечно район очень такой бодрый живой здесь несколько больших супермаркетов биндаут потом баварис открывается огромная огромная сеть ресторанов вот самый ресторан большой романсия во всех городах он открывается здесь конечно зона до отдыха зеленая зона дальше я их повел в темный конечно за куток думал может там подешевле найден найдется за 500 реалов вот зашли мы в этот отель принципе комнаты просторные комнаты просторные сплит тоже удивило меня плитка и какой-то коврик и какой-то коврик плитка везде женщинам очень понравилось женщинам очень понравилось вопрос был в цене вопрос был цене так как хозяин озвучивал на ресепшене мне сказали 650 мы уже пошли потом к ответственному давай торговаться вот смотрите маленький матбах но это маленький совсем маленький так вот эта комната конечно не не была подготовлена видите какой кондиционер там кондиционер там конечно оконный бурбулятор шумливый вот такой вот маленький матбах принципе клиентку устраивал звонок в дверь звоните пожалуйста так все координаты каждом отеле есть свои карна ляуха называется доска всех данных об этом отеле сколько комнат сколько кроватей номер телефона ответственного номер разрешения лицензии туда-сюда то есть вот такой вот принципе стикбаль рецепшен у этого отеля три лифта лифты конечно очень просторные очень просторные где-то наверно полтора на полтора камеры что нравится мне во всех отелях камеры есть в общем женщинам не устроила цена ну далее что мы сели в такси и поехали уже друг друге другие отели которые я еще знал в этом районе в нашем вот это у нас центровая в районе азизия здесь вот этот макарим дияфа макарим дияфа 2 это та же контора та же конторой готова в котором отеле я живу одна и та же контора обслуживает несколько отелей в общем сразу по цене и им не устроила этим женщинам и мне макарим дияфа сказали иди вот сюда но отведи их вот этот фаджер макка вот фаджер макка принципе я привел женщин сказал вот пожалуйста давайте смотрите также плитка телевизор шкафы хорошо что есть шкафы хорошо есть телевизор сплит-система холодильник туалет в ванной просторные все в плитке очень очень конечно мне понравилось по цене отлично по цене то что нужно было в конечном итоге женщины конечно остановили свой выбор на этом вот отеле за 550 все-таки договорились за 550 вот он истикбаль гостиная вот этот как это кто-то говорит его лобби кто-то говорит ресепшн кто-то еще как-то называет по-разному мы уже привыкли что истикбаль все вот здесь можно посидеть не знаю конечно огромные кресла но это уже в арабском стиле так фаджер потом я еще через дорогу перебежал другой вакф вакф там за 650 индонезийц был работник он нам открыл комнату два лифта два лифта с левой стороны два лифта с правой стороны четыре лифта комнаты вот такие вот кровати можно двигать можно все три кровати в одно место собрать но принципе нормально в принципе нормально за 650 пойдет плитка все он пожалуйста и шкафы есть и есть матбах вот он матбах но конечно уже подустал очень сильно подустал отель все уже там конечно сами понимаете когда люди живут постоянно и там ломается тут ломается там что-то термиты еще грызут дерево здесь здесь очень сильно страдает дерево но в принципе я с женщинами расстался вот эти вот два отеля это рифа азизия рифа лахатур рифа это уже отели с которыми я работаю с конторой это фирма аррифа с которой мы работаем их 10 отелей в городе мекка потом у них также представительство в медине вот принципе и все мое похождение помог женщинам найти отель комнату вот в этом районе что здесь очень хорошо что здесь есть телефоны здесь мубейлей стс зэйн несколько банков потом мечеть пакэх макдональдс куду супермаркеты рестораны здесь конечно вот этот район очень серьезный такой район университет умулькура изучение арабского языка и шариатских наук район азизия всем известный это район азизия где даже сук салям район базар ассук ассалям называется здесь в основном наши российские паломники останавливались и вот этот ассук на районе здесь закупались разными подарками вот принципе и все субхана каллаху маби хамди кашхаду ля и ля халян астагу фирукава тубы ля хамди каллаху маби хамди кафаррур Продолжение следует...